добрый день дорогие друзья зрители и гости канала очень радость приветствовать меня на канале в следующем видео у нас будет обзор на пневматическую винтовку винтовка у нас называется qb 36 1 вот такая вот винтовка вот так вот она выглядит винтовка еще старенькая это еще первые выпуски то есть человек купил давным-давно и длительное время очень пользуется и кстати очень доволен кстати вот такая вот как бы тавтология кстати кстати ну такие вот движения значит смотрите что если представляет данное оружие значит это пружина поршневая пневматика калибра 4 и 5 миллиметров с начальной скоростью полета пулей 215 метров в секунду но это как заявлено заводом производителем в данной винтовке но мне кажется скорость полета пулю будет немножко меньше потому как человек принес ее на ремонт попросил боевую пружину не менять то есть бывая пружина здесь стоит та же которая была завода уже чуть подсевшие человек для стрельбы использует вот такие пульки остая игрушечными пульками на те своих там 20 25 метров которые он стреляет то есть как бы ну у меня до мишаник вообще будет видите метров 10 короче как бы он бежал мимо на его расстояние этой мощности вполне хватает значит так ему этой мощности вполне хватает значит по устройству винтовки значит как она устроена значит у винтовки получается идет не переломный ствол то есть винтовка пушина поршневая но ствол у нее не переломный ствол здесь получается стационарно закреплен в ствольную коробку то есть это не компрессор это ствольная коробка не цилиндр не а именно ствольная коробка компрессор грубо говоря цилиндр с поршнем находится вот в этой белой штуковине вот это есть цилиндр а в нем внутри находится поршень таким образом устроена данная пневматика с подствольным рычагом взвода ну это как бы уменьшенная можно сказать, копия Hammerly Hunter с другим механизмом. Почему Hammerly Hunter? Потому как есть винтовки фирмы Kandar B33. Так вот, она имеет, в принципе, вот здесь она точно такая же, вот эта часть точно такая же, один в один, спусковой у них даже одинаковый, за исключением надульника. Вот надульник, здесь видите, здесь надульник выполнен такой, что как бы надульник держит посольный рычаг у Kandar B33. Вот здесь есть специальное, как бы, крепление для рычага, и она как бы немножко, знаете, рычаг чуть укорочен. Ствол длиннее, рычаг чуть короче, и надульник чуть другой. Ну и на мушник, понятное дело, другой формы. Значит, вот так она выглядит с одной стороны, да. Вот так вот винтовочка выглядит с одной стороны. Винтовка, сразу скажу, для правши. Вот видите, с левой стороны на прикладе у нее есть подщечник, щека Монте-Карло для того, чтобы для удобства стрельбы. Никаких насечек на рукояти, на щечке, на шейке пистолетной рукоятки, либо на самом ложе здесь нет, да. Вот такие вот надписи у нас сверху. Значок здесь видно, видите, да, значок фирмы QB. Вот это буква, типа как буква N, буква N, поперек она вот так как бы стоит, да, буква N такая. Вот. Ну и с этой стороны есть у нас получается номер. Все. Вот так вот выглядит данная винтовка. Значит, дальше вернемся к устройству. Значит, устройств винтовки. Уже напрошневая пневматика, да, вот такой надульничек, рычаг взведения. Значит, взводится винтовка не стволом, а специальным рычагом взведением. За счет этого на винтовку, если мы устанавливаем оптический прицел, со временем на этом болте, на котором переламывается ствол, ничего не разобьется. И винтовка будет, в принципе, длительное время стрелять туда, куда она целится, куда вы целитесь. Ну, разве что у вас будут какие-то другие механические повреждения. Вы этот ствол как-то расшатаете, разобьете, либо еще что-то с ним сделаете. Ну и винтовка перестанет стрелять, понятное дело, туда, куда вы ее присправляли. А в целом, ну, либо у нее упадут ее характеристики. Хозяин винтовки пользуется открытыми прицельными приспособлениями. Открытые прицельные приспособления. Значит, мушка находится на надульнике. Вот такая вот мушка у нас. Она не имеет никаких светоотражающих фибронитий, там, светонакопительных фибронитий, то есть ничего такого нет. Обычная пластиковая мушка в железном надульнике. Обратите внимание, надульничек у нее железный. Это немаловажно, потому что при падении или еще каких-то движениях, понимаете, часто у вот этих пластиковых надульниках они часто ломаются, и потом приходится ее отпиливать. Там я, как бы, не раз уже приходилось устранять такую проблему. Знаете, мушка осталась целая, разбила только надульник. Надульник очень некрасиво выглядит. И хозяин просит, говорит, что просто легонько убери этот надульник, чтобы просто вообще не было, чтобы просто голая мушка торчала, знаешь, как на карабинах. То есть, ну, вот такая вот история. Вот. Здесь же надульник железный, и он довольно-таки хорошо предохраняет достаточно-таки мощную мушку. Вот. Значит, спереди данный надульник выглядит вот таким вот образом. Видите, спереди, если смотреть чуть далека, оно как, знаете, двухствольные карабины М-62. У них тоже такие бывают надульники, они такие наплывами здесь. Ну, вот так вот оно выглядит. Значит, для открытия рычага взведения у нас спереди на надульнике, на этом предусмотрена кнопка. Вот, видите, кнопочка. Мы на эту кнопочку, вот здесь, ближе от ствола, мы на эту кнопочку вот так нажимаем. Нажимая на эту кнопочку, мы освобождаем подствольный рычаг. Видите? Все. Ну, я его пальцем поджал, да. А если мы будем, нажмем вот так, да, Видите, он выпадает сам. Значит, для того, чтобы вернуть рычаг на место, не надо никаких усилий, ничего. Просто легонько подвели рычаг кнопочки и его туда щелк-защелкнули. Все, он легонько защелкивается. Ну, если здесь ничего не нажато, не поменено, никакие пружины, все работает штатно. Здесь все работает штатно, как мы видим, да, и оно все становится на свое место без каких-либо усилий. Значит, как заряжается винтовка? Значит, заряжается она подствольным рычагом. Цилиндр, вот этот белый, вместе с поршнем уходит в крайнюю заднюю точку. Поршень становится на зацеп и, возвращая рычаг вперед, мы возвращаем цилиндр вместе с поршнем. Пользоваться данной винтовкой надо очень крайне аккуратно и не относиться к ней небрежно. То есть, ее надо время от времени смазывать и чистить. Значит, раскручивать вот эти вот болты, да, раскручивать болты вот эти вот, вот эти вот два болтика и болт сзади спусковой скобы. Снимать приклад и смотреть на механизм винтовки внутри, чтобы он был смазан, почищен и обращать внимание, нету ли большой выработки на данных механизмах. Потому как, если будет выработка, если будет выработка, вы даже заряжая винтовку так, как я вам сейчас покажу, она может все равно сорваться и защемить вам палец. Эти винтовки в простонародье имеют злое название, прозвище пальцерезки. Эта винтовка БК, там, КЮБ-36-1, КЮБ-36-2, Хаммерли Хантерфорс 900, Дианы. Это все пальцерезки, понимаете? Потому что, почему пальцерезки? При стандартной, штатной работе винтовки, когда все новое, все работает, все хорошо, никаких срывов не будет. Она будет заряжаться и стрелять. Ну, когда-то эти срывы начнутся, когда-то у вас сломается пружина спускового крючка, зацеп не удержит поршень вместе с цилиндром во взведенном положении. И так, может, нехорошо получится, что в этот момент ваш палец будет нам как раз пульку колупать в ствол, пытаться вставить, знаете? И вот, когда это случится, вот тогда вы поймете, почему винтовка называется пальцерезка. Она, может быть, палец и не отрежет, потому что вот этой винтовки пружина слабенькая, палец не отрежет. Ну, поломать, я думаю, что поломает, а если не поломает, то побьет довольно-таки нехорошо. И потом, вместе с этой винтовкой придется идти к врачу и объяснять, почему ваш палец оказался в винтовке. И врач может, знаете, с перепугу посмотреть и подумать, слушайте, а вызову-ка я на всякий случай полицию или милицию, ну, смотря в какой стране вы, конечно, живете, там, полицейских, там, или, там, карабинеров, ну, смотря где вы живете, да, допустим. Вызову-ка я сюда, на всякий случай, полицию, пускай, и ты им объясни, почему у тебя палец оказался в винтовке. Да, чтобы этого не происходило, просто аккуратно пользуйтесь винтовкой, и, в принципе, все будет хорошо. Значит, вернемся к устройству. Значит, вот так вот выглядит мушка, рычаг взведения. Целик выглядит вот таким вот образом, видите. Металлическая, никаких поджимных пружин на целике здесь нет. Значит, здесь, получается, есть пластиковая колодка, которая прикручивается к корпусу винтовки. В нее вставляется пружинная пластинка, на которой, вернее, она впаяна в пластиковую прицельную планку. Прицельная планка регулируется по высоте и по горизонтали. Значит, по высоте она регулируется вот этим болтом, вот этим вот барашком, этим кругом, регулятором этим. И подпружинивается она вверх за счет вот этой пластинки, ну, которая есть, в принципе, прицельной планкой. Эта пластиночка, она подпружинена, да, она с пружинного металла, и она подпружинивается вверх, когда мы откручиваем регулировку эту. А когда закручиваем, она, понятное дело, садится назад. С правой стороны на винтовке у нас находится регулировка прицельной планки влево-вправо, по горизонту. То есть винтовку можно пристрелять под себя, если она с завода немножко не пристрелена. Зачастую бывает так, что винтовки с завода приходят кривые, немного, немного кривые. Этой регулировки вполне хватает. Ну, если человек это не умеет делать, он обращается к мастеру. Если человек это умеет делать, короче, он регулирует винтовку самостоятельно. И как бы здесь университет надо заканчивать, чтобы понять, куда она стреляет, и настроить эту прицельную планку в нужное место. Вот такие вот движения. Так, дальше. Ствольная коробка у нас заканчивается пластиковым колпачком. Это колпачок, который закрывает все это дело. И железная часть винтовки помещена в деревянные ложи. Вот так вот выглядит ложе. Вот такое вот оно, видите. Рычаг у нас получается взведение поршня, взведение цилиндра этого. Он переломного типа, потому дерево, видите, здесь пропил не очень длинный, дерево очень крепкое. И, наверное, потому эта винтовка служит так долго. Потому что более современные винтовки, Кандар Б-33, у него этот пропил немного больше. У него пропил где-то вот досюда. А бывает, что и вот досюда. Понимаете? То есть пропил намного больше, и получается, ну, деревянная часть винтовки как бы немного ослаблена. Здесь же такого нет. Видите, это старые выпуски винтовки. Почему старые, я так думаю? Потому что еще сохранился старая наклеечка. Сейчас уже этих наклеек, по-моему, не клеят, если я не ошибаюсь. Может и клеят, но я не помню. Помню, раз распаковывали как-то на рынке винтовки такие, да, на них пришло 3 или 4 QB-шки эти, да, то у них, по-моему, этой наклейки не было. То есть она уже была чуть по-другому. И щека вроде на две стороны была сделана. Ну, и еще бывает такая винтовка в пластиковом ложе. Ну, QB, я не знаю, или бывает. А вот Кандар бывает еще в пластиковом. Называется LB-600 вроде она. Ну, как бы там есть предохранитель. Предохранители, да, кстати. По предохранителю. Предохранителя на винтовке не предусмотрено. Предохранитель предусмотрен только при взведении. То есть, когда мы открываем, когда мы вот в таком положении, я еще спусковой крючок нажимаю. Но когда я начинаю двигать, все. Как бы я чувствую по спусковому крючку. Вот здесь вот я чувствую, что есть нажатие. Я нажимаю, работаю с шептала. Нажимая на спусковой крючок, я чувствую, как срабатывает немного шептала. Пружинка срабатывает на шептале. Потому что у шептала и у спускового крючка пружина одна. А знаете что? Ну что ж, ребятки, вот разобранная винтовка Вот таким вот образом Рычаг Вот так оно устроено Спусковой механизм Вот спусковой крючок Положим винтовку вот так на бок Вот так вот на бок мы ее положим Вот так вот устроен спусковой механизм Видите, вот Одна пружина вот такая Видите, она двойная Двойная имеет два уса Смотрите, что тут немножко ржавая Понятное дело, это запасная часть То есть это не новый механизм Бэушный, а может быть и новый, я уже не помню Честно говоря, по-моему бэушный Вот на этом Моменте на спусковом крючке Она имеет люфт Вот здесь она имеет пружинку Какая-то запчасть подпружинена Также и эта подпружинена То есть там внутри есть еще пружина Видно вам, не видно Короче подпружинена этот Это вот низ походу подпружинен Вот видите, вот я вам покажу Вот на самом, на этой винтовке Видите, смотрите Раз, видите, как Подпружинен сам язычок Который на палец Это когда винтовка на предохранителе Когда винтовка снята с предохранителя То вы нажимаете этот язычок Да, вы нажимаете язычок И жмете дальше, она выстреливает Значит, как она ставится на предохранитель Значит, смотрите Вот По предохранителю сейчас вернемся Значит, вот так работает зацеп Да, то есть вот Вот это вот место, вот этот бугорок Он прячется И потом становится вот так вот Ну, он сдвигается немножко назад Да, тут как бы есть свои нюансы Вот эти вот пружины нагружаются И вот оно вот так вот встает одно Вот эта запчасть встает на вот эту запчасть Когда мы нажимаем на спусковой крючок Получается Получается у нас зацеп перемещается Зацеп перемещается за шептало Вот за это Зацеп перемещается за вот это шептало назад И эта деталь вот так опускается Ну, понятное дело, поршень может сорваться с зацепа Вот таким вот образом работает спусковой механизм Все. Вот эти две детали спускового механизма. Других запчастей спускового механизма здесь нет. Просто шплинты остались. Вот. Только шплинты. Вот. Четыре шплинта и большой шплинт, который вот сюда вставляется. Все. Других запчастей здесь нет. Планка предохранительная задвигается вот на спусковой крючок. Видите? Вот сейчас я вам покажу. Вот двигается спусковой крючок. Так. Вот. Вот двигается спусковой крючок. Сейчас. Тут еще надо. Вот так вот. Видите? Вот, двигается сейчас сам спусковой крючок. А когда она заряжена, мы нажимаем вот так и чуть сильнее жмем. Видите, вот там планочка двигается. Видите, а то я уже усилие прикладываю. Когда винтовка ставится на предохранитель, а на предохранитель она ставится, когда мы вот нажимаем на эту защелку, да, вот, нажали, раз, открыли тягу. Вот, вот эти пружины, да, раз, видите, и они выдвигают. Вот эти вот две пружинки выдвигают вот эту планку туда на спусковой крючок. И все, как только они выдвинулись, все, спусковой крючок не нажмется до тех пор, пока рычаг взведения не будет защелкнуть на свое место вот сюда вот раз все вот таком положении видите пружинки снова сжаты и планка убрана от спускового крючка и теперь возможно произвести выстрел вот таким вот образом устроен спусковой механизм значит поршень вот конкретно в этой винтовке вот такая вот беда случилась поршнем видите вот такая вот беда случилась нашим поршень ком вот вот это вот оборвало все это дело здесь было манжета от того что манжета рассыпалась ею буквально с цилиндра вытряс как как порох понимаете как песок и и туда вытряс из-за этого она ведь его здесь получилось деформация небольшая видите отверстие больше здесь отверстие меньше это все дело деформировалась получала удар и раскрошилась разбилась и поршнем винтовки пришлось менять пришлось ставить новый поршень данную винтовку потому как этот поршень уже к работе не пригоден его надо либо ремонтировать каким-то образом точить запчасть вставлять туда эту голову ну короче буду как-то маяться что придумывать если получится ремонтировать хорошо если хозяин решит забрать его с собой он прекрасно заберет собой будет иметь себе на память поршень все зависит от хозяина как он скажет так сделаем значит вот таким вот образом видите он этот поршень немного в лес вот в эту вот как бы вот этот голова на которой одевается манжета она немного впихнулась сюда ведь вот тут вот тут как бы это труба здесь тяжело сказать что труба это с двух частей сделана такая вот знаете как бы запчасти на сварена как бы скручено ну вообще дешманская вещь как бы да очень дешевое производство но тем не менее достаточно рабочие да вот так что вот такие вот движения вот такая вот трещинка у него эти ну это это процесс эксплуатации манжета раскрошилась и поршень бил просто об цилиндрах об конец цилиндра хорошо что цилиндр сохранил свою форму все сохранилось ничего не сломалось этот цилиндр остался живой целый как положено вот такие вот истории цилиндр под руками нет я выглядит цилиндр и здесь такой квадратный вырез вот как бы все больше ничего нет но и место под я вам показывал перепуск спереди а внутри цилиндр как обычной переломки цилиндр также здесь цилиндр просто цилиндр двигается вот как бы и все вот как она здесь выглядит видите вот этот блестящие видите вот этого часть вот это вот часть цилиндра вот эту вот эта часть цилиндра а зацеп поршня жду тут понимаете то есть когда мы начинаем заряжать от этого частью взводить то мы взводим цилиндры мы взводим этот поршень вот этот вот зацеп вот это вот где показывает зацеп то есть доведите здесь здесь ход реально вот буквально чуть-чуть и как бы и зарядили то есть не такой же и сильный ход корж не видите пружины в ней практически не видно ну вот вот это отверстие сейчас я попробую показать вот вот это вот отверстие видеть кто-то тут отверстие короче вот она вот здесь вот это место здесь вот она вот здесь вот таким образом он устроен вот таким вот образом стоит поршень в винтовке и видите да то есть ходу здесь не так уже аж и много то есть да ну немножко туда немножко сюда как бы но заряжается вот таким вот образом туда назад раз и вот здесь вот таким вот образом он защелкивается все и потом так сюда раз сжал воздух произошел выстрел вот вот такой вот ход поршни как бы не такой же и большой поэтому винтовка не такая уже аж мощный как бы хотелось да так что ну короче видели да все видели да вот таким вот образом она выглядела выглядит у нее спусковой механизм и также я показал вам да он показал вам поршень да вот это от этой винтовки поршень его разбила просто понимаете манжету и отсюда вообще как песок вытряс то есть как бы винтовка старая же у него пошла выработка манжеты пружины как бы и пружины не особо пружина еще рабочая вполне себе этими пульками остеем она еще вполне себе неплохо стреляет но более тяжелыми она уже стрелять так хорошо не хочет приходится брать завышение вот значит так механизм увидели да так вот предохранитель работает таким образом мы когда нажимаем на вот когда рычаг просто открыт да вот когда он просто открыт под стволом я чувствую что спусковой крючок еще нажимается как только я начинаю взводить винтовку в таком положении я чувствую что он на спусковой крючок заехала такая пластинка специальная которая не даст ему нажаться то полностью до конца что произошел срыв что произошел быстро вот так и чувство его дожимая до конца вот так я уже до конца не дожму то есть он немножко как бы двигается но видя вы видели до устройства спусковой крючка то есть спусковой крючок и его зацеп верхнего часть между верхней частью спусковой крючка и нижней части спускового крючка он как бы соединен и имеет небольшой люфт то есть он как бы с двух частей спусковой крючок вот когда мы начинаем взводить вот начинает двигаться только нижняя часть спусковой крючка когда мы держим винтовку в таком положении двигается его верхняя часть вместе с нижней вот такая вот история как бы дальше по деревянному по деревянному ложу нас я вроде сказал, да, деревяшка, деревяшка заканчивается затыльником, затыльник пластиковый, ну, обычный жесткий пластик, то есть никакой резины здесь нет, пластик, пластик, как бы, ну и мощь и отдача здесь такие сильные винтовка не делает, как бы, стреляет она довольно-таки мягко, особенно вот сейчас пружина чуть подсевшая, да, как бы, ну, для, остаят хватает, как бы, да, на те расстояния, на которые мне сказали, это стрелять, а для чего-то более серьезного уже, как бы, немножко может не хватить, но, Как бы дело такое. Ну что, давайте немножко постреляем. Да, у нас вот там лежит, стоит три баночки, да, как бы, три баночки. Я там еще что-то хотел поставить, но это уже ладно, десятые, потом поставим. Вот, значит, давайте постреляем немножко пулями, остай, вот такими, как я уже показал в начале видео, да, вот такими будем стрелять. Взводим винтовку. Раз, мы ее взвели, зарядили, да, и когда мы ее зарядили, вот видите, такая история. Да, вот видите, вот эту манжетку мы тоже поменяли. Вот, видите, вот так вот выглядит она внутри. Сейчас. Вот так вот, видите, и получается, нам придется поставить пульку, вот туда засунуть палец вместе с пулькой. Чтобы это сделать, желательно винтовку перехватить следующим образом. Видите, переклад винтовки я ставлю под мышку, а этой рукой, правой рукой, я беру винтовку за рычаг взведения, и вот таким образом ее держу. Даже если произойдет срыв, я все равно его рукой удержу, понимаете, а вот левой рукой, левой рукой, я могу свободно взять пульку и начинать ее туда ставить, уже там колупаться, как себе хотеть. Причем я же не одной пулькой пальцем ставлю, а двумя, видите, то есть двумя пальцами ставлю туда эту пульку. Если она сорвется, она побьет мне сразу два пальца, поэтому как бы, вот мы туда эту пульку вставляем. Значит, ствол у винтовки нарезной, стальной, это она полностью с железа, пластиковый только жгу, надульник, прицельная планка вот имеет пластиковые элементы, деревянный приклад. Все, все остальное винтовка полностью железо, внутри железо, поршень железный, цилиндр железный, ну, манжеты капролоновые, да, там как бы, пулеуретан какой-то у них материал, манжет, короче. Вот, ну, видите, да, какая манжета, вот такая вот она зелененькая, да. Ну, вот такая, это перепускная, это манжета-перепуск от Hammerly Hunter. Такая же, кстати, манжетка и на поршне установлена. Значит, смотрите, пулька, да, когда мы вот эту ставивскую пульку туда вставляем, вот мы ее вставили, поднимать ствол вот так вверх я не рекомендую. Но вот она еще не выпала, но я сейчас по ней ударю, но еще не выпала. Если я подниму ее полностью вверх, она, скорее всего, оттуда может выпасть. Да, как бы, винтовка уже не новая, поэтому если у вас винтовка не новая, и вы чувствуете, что пулька заходит очень легко, то заряжать желательно винтовку вот таким вот образом, стволом вниз. Значит, смотрите, заряжаю я ее, я ее отпускаю полностью, руку, да, и начинаю вот так вот от себя ее отталкивать. Даже если в этот момент что-то произойдет, даже если с пусковым механизмом была какая-то проблема, да, там, поломан этот уз, который я вам показывал, она может захлопнуться, ну, захлопнется она вот так сама, ну, дай бог с ней поломает пластиковый надульник, там, погнет, может быть, что-то там побьет. Ну, мои пальцы, мои руки останутся целые, понимаете? Если это захлопнется, когда моя рука будет вот между стволом и вот этой вот штуковиной, да, вы будете все так потихоньку туда вести, и она раз, срыв, где-то, когда вы уже половину хода, половину хода этим рычагом сделали, поршень по рычагу ударит так, что, возможно, у вас с руки его и не вырвет, но вместе с рукой может закрыться к стволу, вы побьете руку. Чтобы этого не происходило, надо аккуратно, получается, относиться к этому всему делу. Значит, давайте постреляем вот только по баночкам, да, несколько пулей, я не буду стрелять много, уже как бы темнеет. Вот, мы стреляем несколько выстрелов, как бы, и будем закругляться. Значит, давайте начнем с этой баночки, которая посередине. Вот так, в баночку мы попали. Бьет винтовка довольно-таки неплохо. Меня радует кучность, радует точность винтовки. Я скажу так, винтовка, да, китайская, дешевого сегмента. Не есть что-то сверхъестественное, сверхдорогое, как бы. Но для того, чтобы пострелять, скажем так, там, научиться стрелять, вообще понять, нужна вам пневматика или не нужна, свободно, можно потренироваться, как бы. Промокнулся. Немного спешу, знаете, хочется попасть, хочется стрельнуть так, чтобы... Ну, вот таким вот образом, раз. Вот так. Немножко утомляет этот момент, что надо каждый раз после взведения винтовку перехватывать под мышку, да. Меня этот момент немножко утомляет. Но, с другой стороны, это моя безопасность. Поэтому, как бы, утомляет, не утомляет, короче, а... Утомляет, не утомляет, короче, а пальцы, знаете, когда это переломка, когда ломается канал, открывается сам ствол, знаете, то, как бы, ну, захлопнется ствол, захлопнется там. Вероятно, что захлопнутся мои пальцы, ну, вообще минимальное, понимаете. А здесь все-таки вероятно, что захлопнутся мои пальцы вместе с винтовкой. Здесь вероятно, что захлопнутся, вместе с цилиндром захлопнутся мои пальцы, здесь вероятность очень высока, и поэтому, как бы, ну, не хотелось бы, чтобы такое произошло. Ну что, я за высоко беру или что, не могу понять. Да, я беру за высоко, видите, там слева маленькая баночка, целью ставишь в большую, именно под серединке. Я вижу, что в большую, но сверху бьет. Что-то внимания не обратил, да. Такая вот история. Ну, вот так вот она стреляет, да, допустим, как бы. Я с собой не брал много разных пулек. Я с собой много разных пулек не брал, взял только эти оставили. Ну, сказали, что будут стрелять оставим, но я взял оставить у человека. Когда-то еще давно закупился им. Есть очень большое количество. Так что вот такие вот истории. Ну что ж, вот такая винтовка, так она отработала, так она отстреляла. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Ставьте лайк. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик для получения уведомлений о новых видео. Все. До новых встреч. Пока. Продолжение следует. Продолжение следует. Всем пока.